Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Конечно, я не буду пересказывать всю историю. Мы все помним. Начиналось все с застройки вот на этом месте. Дольщикам ЖК Жилина Паркова учили ключи от квартир. У нас планы по ремонту нашего Дома культуры. У нас планы по строительству нового центра для дополнительного образования. Ветеранов городского округа поздравили с наступающими праздниками. Не ходим по улице без толку. Покупаем новогоднюю елку. О работе елочных базаров в округе расскажет Богдан Колесников. За 2022 год спортсмены нашей спортивной школы Олимпийского резерва выступали в 161 соревновании различного уровня. В Люберцах подвели спортивные итоги 2022 года. А теперь подробнее об этих и других новостях. В жилом комплексе Жилина Парк достроены последние три дома. Ключи от квартир получили 467 дольщиков. Этого события они ждали более пяти лет. Подробности у нашего корреспондента. Церемония вручения организована у одного из подъездов с данного дома. Вход украшен, играет музыка. На столе связки ключей, знаки отличия и благодарности строителям. Сложности были при реализации в том, что проект предыдущей компании, предыдущего застройщика, который обанкротился, выполнялся по старой нормативной базе. Приходилось на ходу корректировать проект, проводить обследование несущей конструкции и ограждающей конструкции. История, в которую попали дольщики, не нова. Застройщик планировал возведение 11 многоквартирных домов, но построил только половину. Средства были расхищены, возбуждено уголовное дело. Конечно, я не буду пересказывать всю историю. Мы все помним, начиналось все с застройки. Вот на этом месте здесь было поле, никогда таких домов высотных не было. И, конечно же, в начале застройщик рассказал красиво, люди доверили свои средства, и началась вот эта вся история. Шестилетнее взаимодействие с прокуратурой, Следственным комитетом, администрацией округа. Ну что сказать, в течение 5-6 лет мы все дольщики в долгом ожидании, уже как бы надежда пала. Ну вот нашлось решение, с помощью администрации достроили наши дома. Положительные эмоции захлёстывают в этот момент. Владимир Волков поздравил жителей комплекса с наступающим Новым годом. Пожелал как можно быстрее приступить к ремонту квартир, чтобы новые дома стали родными. Елена Валерьевна, души вручаю счастье, кусочек счастья, ключи от квартиры. Ключи от квартиры вручаются... Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы прошёл заключительный в этом году форум «Управдом». Участники встречи подвели итоги проделанной работы и поделились планами на ближайший период. Подробности далее. Организация проведения электронных собраний собственников жилых домов – одна из тем в повестке «Управдома». В этом году городской округ Люберцы выполнил все плановые показатели и вошёл в число победителей премии губернатора Московской области «Прорыв года». Наибольшие показатели по регистрации новых жителей в системе ЕАИС ЖКХ показали компании. А у ЛГЖТ почти 6 тысяч человек за полгода было зарегистрировано. ООО «Содействие» около 2,5 тысяч человек. УК «Наш дом комфорт» – 1100 человек. Хотел бы сегодня обратить внимание представителей отстающих управляющих компаний на необходимость начала работы с населением по вопросам регистрации в системе ЕАИС. Обеспечение газовой безопасности в многоквартирных домах – вопрос особой важности. Городской округ Люберцы обслуживает компания «Юникон». Сегодня под её ведомством около 80 тысяч квартир, оборудованных газом. Основная трудность – это у нас обеспечение доступа в то или иное жилое помещение. В основном это касается частных квартир для проведения договоров технического обслуживания. Система автоматического контроля загазованности, где мы сегодня в рамках поручения правительства также обеспечиваем установку в 4 тысячах 410 муниципальных квартирах. Остаток будет установлен в 2023 году. На встрече также подвели итоги партийного проекта «Школа грамотного потребителя» и наградили победителей конкурса «Лучший дом – лучший двор». Ветеранский актив городского округа Люберцы также провёл заключительное в этом году заседание. Обсудили результаты своей работы, составили план на ближайшие 12 месяцев. В Доме ветеранов на Куракинской улице праздник. Представителей старшего поколения с Новым годом пришла поздравить дружная команда волонтёров Подмосковья. Студенты Люберецкого техникума имени Гагарина подарили сладкие подарки, испечённые своими руками. Для нас, студентов Гагаринского техникума, конечно, большая честь поздравить с наступающим Новым годом ветеранов, пожелать им всего самого наилучшего, крепкого здоровья, сил, бодрости. Очень трогательно. Мы не ожидали такого приёма. Добра и счастья, в Новом году здоровья и благополучия. Ветераны пообщались с главой округа. Владимир Волков поделился планами на ближайшее время. Мы будем развивать город, будем дополнительно благоустраивать новые площадки детские и общественные территории. Нам только что утвердили большой план благоустройства, так называемая лесная пушка. Это в посёлке Октябрьский. У нас планы по ремонту нашего Дома культуры. У нас планы по строительству нового центра для дополнительного образования. Ветераны тоже высказали свои пожелания. Попросили организовать дополнительные места для занятий клуба «Активное долголетие» в северной части Люберец. Сколько я здесь работаю, и первый раз такая встреча у нас. Гагаринцы к нам пришли, поздравили. Это вообще, не знаю, глава пришёл. Это такая радость для нас. Такой же он всегда, наверное, будет Новый год таким радостным, как мы сегодня тебя чувствуем. Музыкальный сюрприз от творческих коллективов округа стал красивым завершением предпраздничной встречи. Новый год – время, когда сбываются мечты не только у детей, но и у взрослых. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Фёдоров обратился в общественную приёмную местного отделения партии «Единая Россия» за помощью. Результат не заставил себя долго ждать. Борис Фёдоров живёт в этом доме на улице Мира больше 40 лет. В Люберцы попал после армии. Без дела сидеть не мог. Трудиться привык с военного детства. Устроился на Панковский ремонтомеханический завод. Спустя три с половиной года перешёл во ВНИИ буровой техники и проработал там более 35 лет. Механиком и шофёром, и по командировке мне посылали. Преддверии нового 2023 года мечта у 89-летнего ветерана только одна. Я желаю, чтобы не было войны, потому что я испытал эту голодовку и прочие вещи. Чтобы не было войны, но чтобы полегче народ с нас жил, как народ победитель. Поздравил ветерана с Новым годом член партии «Единая Россия» Александр Мурашкин. Люберецкий депутат взял под контроль и просьбу Бориса Фёдорова по замене окна в комнате. По словам парламентария, к старому Новому году вопрос будет решён. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Нарядная ель – главное украшение новогодних праздников. С середины 19 века в России лесная красавица стала появляться в русских домах всё чаще. Её украшали свечами, блестящим дождиком, орехами, пряниками и другими яствами. В прошлом столетии на смену сладостям пришли игрушки. Выставка, посвящённая истории новогодней игрушки, открылась в музейно-выставочном комплексе Люберец. На ней побывали мои коллеги. 1 января 1937 года в Москве отпраздновали Новый год с особым размахом. На карнавал в колонный зал Дома Союзов пригласили отличников и детей членов московских профсоюзов. Детей было очень много. И Дед Мороз один, он не справлялся. И тогда привлекли всех комсомольцев, которые ещё два года назад клеймили за то, что они там ёлочки наряжают. И комсомольцы играли роль всяких там белочек, зайчиков. И вот как раз 1 января 1937 года на помощь Дома Розу пришла снегурочка. Ёлку украсили разноцветными гирляндами, флажками и игрушками из картонажа, папье-маше и даже из стекла. И вот это первые наши были игрушки-вусы. И раз ёлки стали наряжать вообще массово, поэтому начиная с 1936 года появилось массовое производство. Это уже было, это просто вернули из ваты. То есть внутри находится корпус из проволоки. Вот лисичка у нас в витрине есть зайчик и вон гусь. Это тоже вата. Вот это как раз 1937 год игрушки. История страны всегда отражалась в ёлочных украшениях. В 30-е годы ёлки украшали фигурками пионеров и солдат Красной Армии. В 40-е – игрушками на военную тематику и самодельными украшениями. Аладины, сказки, царевны, вот такие расписные вручную. Герой сказок. Айболит был, Татоша с какой-то. А потом, когда война закончилась, как-то всё затихло. И вдруг в 50-х вспомнили, что дети любят… И вот просто обыкновенный снеговик, да. И вот придумали как раз эту прищепку. Она была тоже до войны уже продумана, но не пошла, а война помешала. И вот в 50-е в середине вернули игрушки на прищепках. После выхода в 56-м году на экраны музыкальной комедии «Карнавальная ночь» почти на каждой ёлке можно было увидеть часики самых разных форм и оттенков. А уж 59-й год – это просто были… Каких только будильников, часов не было. И везде без пяти. Ну, у нас маленькая есть образец, но он настоящий. Если это 50-й год, он… Вот. И в этот же момент стали делать вот такие вдавленные фонарики. Это тоже было… Колокольчики и массу-массу игрушек, изображающих продукты питания. Если в Российской империи украшали натуральными яствами, то позже это были игрушки из стекла и обязательно флажки-гирлянды. Флажки – это была замена всех игрушек абсолютно. Флажки вырезались просто даже из газеты во время войны. В 70-е годы стали выпускать мишуру и украшения из пластика. Сейчас ёлочные игрушки изготавливают из самых разных материалов. Но главным украшением новогодней красавицы во многих домах по-прежнему остаются стеклянные игрушки. Выставка, посвящённая истории новогодней игрушки, в музейно-выставочном комплексе «Люберец» открыта до 31 января. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе проходит ежегодная экологическая акция «Покорми птиц зимой». В парке Малаховское озеро старт акции дали министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов и председатель Совета депутатов «Люберец» Владимир Ружицкий. На Малаховском озере празднично. Забавы, катание на санках и ватрушках, хоровода с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг новогодней ели. Так в округе стартовала акция «Покорми птиц зимой». «Малаховское озеро – это жемчужина Малаховки?» «Да!» «Красиво здесь?» «Да!» «И зимой, и летом?» «Да!» «В квартирах у вас тепло?» «Да!» «А у птичек есть квартиры?» «Нет!» «Им холодно!» «И покушать надо!» «Поэтому наша задача – сохранить вот это многообразие птичек, все, что нас окружает». «Вы делаете кормушки, вы кормите птичек. Не забываем, что не жареные семечки мы должны туда положить. Крупные куски хлеба не надо. Вот сало несоленое можно тоже подкармливать. Можно также сухофруктами, можно небольшими кусочками свежих фруктов». Многие пришли в парк с кормушками, сделанными своими руками. Василий Удалов ее смастерил меньше, чем за час. Работал под руководством отца. «Я хочу ее повесить в Малаховском парке. Это мое любимое место». «Мы каждую зиму подкаем птичек, потому что они могут заверзывать и умереть даже». Еда птицам нужна и для того, чтобы организм вырабатывал тепло. Орнитологи подсчитали, что в морозы большинство пернатых погибает от недостатка калорий. И задача человека – прийти им на помощь. «Зимой под снегом кормовой базы мало у птичек. И важно, чтобы мы поддержали лесных и городских наших обитателей, чтобы они могли хорошо перезимовать. Я надеюсь, что все последуют нашему премьеру, как можно больше сделают кормушек и весело, хорошо проведут время. Всех с наступающим Новым годом». Акцию «Покорми птиц зимой» в Подмосковье проводят 7 лет. В этом году в округе развесят более 300 кормушек. В парках, скверах, возле школ и детских садов. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Большие и маленькие, пушистые и стройные. Новогоднюю елку на любой вкус в Люберцах можно купить на специальных базарах. Точки продаж открылись в каждом микрорайоне. В жилом комплексе «Жулебино-парк», где елочный базар работает круглосуточно, побывал Богдан Колесников. «Равномерная. Она еще раз пустится дома». Юлия вместе с супругом отдает предпочтение живой сосне. Аромат хвои создает дома праздничную атмосферу. «Новогодняя атмосфера. Детям радость. Не так часто мы берем елки. У нас один раз елка стояла до 8 марта». Чтобы ель дольше сохраняла свежесть, за ней нужно правильно ухаживать. «Покупаем елочку, приносим ее домой, ставим на 4 часа на балкончик, отстаиваться в среднюю температуру. Устанавливаем в подставку, добавляем прохладную воду. По старинке добавляем сахар, аспирин. Но сейчас универсальное средство есть. Добавляем его. И все, она стоит до старого Нового года». А еще, чтобы иголки не осыпались, специалисты советуют время от времени опрыскивать хвою водой. И не ставить рядом с обогревателем. Дерево на базаре можно подобрать любого размера. От миниатюрных елочек из лапника до двухметровых. «Не ходим по улице без толку. Покупаем новогоднюю елку». В выборе лесной красавицы люберчанам помогал сам Дедушка Мороз. На елочный базар приходили семьями. Загадывая желание, дети читали новогоднему волшебнику стихи и получали сладкие подарки. В округе открыт 21 елочный базар. Новогоднее дерево можно купить до 31 декабря включительно. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Зал Дворца спорта «Триумф» засиял яркими огнями. Там состоялся главный новогодний концерт городского округа. Перед зрителями выступили лучшие артисты и творческие коллективы. На праздники побывала Луиза Иги Азарян. «Белый снежок» Люберцы встречают не только Новый год, но и Большой юбилей. Поэтому 2023-й жители округа ждут с особым нетерпением. Он пройдет под красивой цифрой 400. Мы постараемся за год, который будет для нас юбилейный, провести огромное количество интересных мероприятий, реализовать новые задумки, которые мы вместе с жителями определим, вместе с люберчанами. В преддверии Нового года не только строят планы на будущее, но и подводят итоги. И 2022-й в очередной раз доказал, что в Люберцах живут люди, которые готовы протянуть руку помощи в трудную минуту. Хотел бы сказать слова благодарности нашим волонтерам, всем неравнодушным, потому что наши именно жители оказывают огромную помощь жителям Донбасса. Целый ряд наших парней сегодня на службе. Поэтому я искренне желаю, чтобы все это как можно быстрее закончилось, и наши парни вернулись бы домой. Люберцам и жителям округа посвятили большинство творческих номеров. Песни и хореографические выступления пересекались с театрализованным представлением. Особая роль в мини-мюзикле, конечно, была отведена главным новогодним волшебникам. Предлагаю сделать нам первый шаг в наступающий 2023-й юбилейный год! И праздничный салют! Город заятла рождет! Юбилейным будет год! Более полутора часов продлился главный новогодний концерт округа. Но заряда положительных эмоций и праздничного настроения, которые он подарил, хватит надолго. Все прекрасно, все классно. В прошлом году было хорошо. И в этом прям удовольствие от души. Спасибо большое всем. Шоу Филиппа Киркорова отдыхает. Честное слово, необыкновенно. Мне очень понравилось мероприятие. Всех поздравляю с Новым годом. У меня сегодня еще и юбилей. Детки, детки, наши любимые детки. Как они хорошо танцуют. Понравилось, что привлечены все наше население. И дети, и среднее поколение, и взрослое поколение. Ну то есть все очень хорошо и замечательно. В преддверии Нового года в детских больницах и стационарах проходят акции и праздничные концерты. Но сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства решили подарить хорошее настроение и тем, кто в эти предпраздничные дни готовится стать мамой. О женщинах, которые находятся в ожидании двойного чуда, наш следующий сюжет. Нахождение в роддоме не повод оставаться без праздника. Студенты медицинского колледжа устроили новогодний флешмоб прямо под окнами Московского областного центра охраны материнства и детства. Будущим мамам такой сюрприз пришелся по душе. Атмосфера праздника царит и в самом роддоме. Зону для отдыха переоборудовали в небольшой концертный зал. А на импровизированной сцене выступили поэты и музыканты. Они подарили женщинам свои лучшие произведения. Я вообще-то житель Москвы. А сюда меня пригласили для того, чтобы поучаствовать в концерте для уважаемых роженец. Тут публика, которая, ну скажем так, в ожидании светлого будущего и важного события в их жизни. Вот. Мне показалось это интересным. Тем более, что и песни у меня тоже в основном про любовь. Песни и стихи были не только про любовь и высокие отношения, но и про наступающий праздник, который эти женщины ждут с особым трепетом. Новый год они встретят уже со своими малышами. Я люблю гитару, музыку. Заканчивала музыкальную школу, но, правда, по классу гитара, но не играю. Забросила как-то. А так у меня вообще, поэтому у меня даже ребенок танцевал в животике. Мы собрались вместе и позвали Йогу. Йога! И вот она, нарядная, на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. Фуиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Новый год все ближе, и Дед Мороз со Снегурочкой спешат поздравить ребят, которые находятся в Люберецкой детской больнице на лечении. В атмосферу праздника окунулись пациенты и наша съемочная группа. Малыши окружили любимых зимних волшебников, едва они перешагнули порог больницы. Музыка, игры и хоровод у нарядной елки не оставили никого в стороне. Хотим пожелать вам только здоровья, чтобы вы росли счастливые, здоровые, умненькие, красивые, чтобы слушали обязательно своих родителей. Дедушка Мороз знает, что в этом году ребята вели себя хорошо, поэтому приехал на праздник не с пустыми руками. Мне все тут понравилось. Дед Мороз, выполни мое желание, чтобы я оказался дома. Хочу, пускай я не останусь, а оказаться дома. Мои желания обязательно используются. Ни один ребенок, а сейчас на лечении в детской больнице находится 282 человека, не остался без внимания. Мальчишки и девчонки верят. Все желания, загаданные в преддверии Нового года, обязательно сбудутся. Чтобы все были здоровы, чтобы быстрее все шли на поправку и встали на ноги. Эмоции детей, ну вы сами видите, они радость от того, что они увидели живого Деда Мороза, прекрасную снегурочку, получили подарки. Они получили огромный заряд, который поможет им выздоровление. Это незабываемый день для ребят, а хорошее настроение накануне Нового года поможет им быстрее пойти на поправку. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Под Новый год мечты должны сбываться. В Люберцах прошла праздничная акция «Елка желаний». Подопечные реабилитационного центра написали, какой подарок они хотели бы получить от Деда Мороза в этом году. Как исполнили просьбы маленьких жителей округа, покажем в нашем следующем сюжете. Этими игрушками шестилетний Леонид Иноземцев хотел бы пополнить коллекцию моделей иноземного транспорта. Мальчик – настоящий фанат поездов и железных дорог. Знает даже все номера поездов, можно назвать, какая электричка едет, какой это вагон. Своё пожелание маленький Лёня опустил в волшебный конверт и повесил его на ёлку. Теперь остаётся ждать, когда оно исполнится. А пока вместе с остальными ребятами он повторяет новогодние стишки. Скоро, скоро Новый год. Скоро Дед Мороз придёт. За плечами ёлочка, пушистые иголочки. На весёлых детских ёлках чудеса блестят в иголках. И под ёлкой в Новый год каждый что-нибудь найдёт. Новый год мы очень ждали, тяжело не загадали, чтобы Дедушка Мороз нам подарочки принёс. Но принести подарки лично Дед Мороз не смог. Главный новогодний волшебник передал их главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову и попросил вручить ребятам. Каждый ребёнок получил то, что написал в письме. Скоростной поезд и аэроэкспресс. Ты просил, правильно, Лёня? Держи, это он. Какой поезд? Скоростной. Участники благотворительной акции – подопечные реабилитационного центра для несовершеннолетних. Благодаря этому проекту исполнилось желание 12 детей, которые нуждаются в особом внимании. Мы занимаемся реабилитацией особых деток. У нас оказываются услуги массажа, ЛФК, логопед, психолог, физиотерапия. У нас очень хорошие родители, которые всегда нам идут навстречу, а мы им. У нас, так скажем, как одна большая семья. Я буду стоить, там на колёсах, и ещё вот такую собаку делать. И машин, и много всего другого. Понравился легкий поезд. Я хочу именно такой. Я приезжаю, загибаю. Уэйз Эйгезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошёл новогодний праздник для членов клуба «Активное долголетие». Инициаторами и главными идейными вдохновителями выступили участники команды по скандинавской ходьбе «Торпедо». За новогодним праздником следила Луиза Эйгезарян. Скандинавская ходьба – одна из самых востребованных и популярных направлений проекта «Активное долголетие». Жизненная позиция участников команды «Торпедо» полностью соответствует названию этой социальной программы. Они активны не только в спорте, но и в общественной жизни и жизни своего коллектива. Мы участвовали и 9 мая. Мы делали масленицу. Мы встречали Новый год. Причём Дед Мороз и Снегурочка у нас были свои, доморощенные. То есть это уже история. История нашего, я даже бы сказала, клуба скорее, чем просто спортивной секции. В этом году спортсмены тоже организовали праздник в честь Нового года. Он стал самым массовым за всю историю команды «Торпедо». За три года количество занимающихся скандинавской ходьбой выросло с 12 до 100 человек. Очень много новеньких приходит. Меня это очень радует. То есть люди приходят, находят для себя интерес, находят круг друзей. И меня это очень радует. То есть мы идём в рамках задач, которые ставит руководство города по массовому спорту. Перед нами поставлена задача сделать спорт массовым. И вот наша команда является как раз примером. Мы показываем пример, каким образом можно жить, выйдя на пенсию. Самым активным участникам клуба вручили подарки от губернатора Московской области. Сувениры получили 25 человек. В праздничной программе поздравления от главных новогодних волшебников, детских творческих коллективов, а также фуршеты и дискотека 80-х. Луиза Игазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В самом сердце Люберец на Звуковой улице появился новый всесезонный каток. Его обустроили в рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». На торжественном открытии ледовой площадки побывали мои коллеги. До начала считанные минуты. Ледозаливочная техника делает контрольный выезд на площадку. Рядом с катком уже открыта зона фудкорта, где можно выпить горячего чаю или кофе. В теплых раздевалках первым посетителям выдают на прокат коньки. Все в ожидании начала праздника. Гостей поприветствовал Владимир Волков. Глоба округа отметил, что новая ледовая площадка станет местом притяжения жителей до середины весны. Благодаря современным технологиям каток будет работать даже при плюсовой температуре. У нас есть один искусственный лед на Наташинских прудах, но его явно не хватает. Это место было выбрано как раз-таки после пожелания всех жителей. Мы будем ждать здесь всех, кто пожелает прийти и заниматься спортом. Открылся каток показательным выступлением воспитанниц отделения фигурного катания Люберецкой комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Качество льда фигуристки оценили. Он хороший, я сюда всех приглашаю покататься. Много народу это приятно, классный вид, украшен. Спасибо большое за такую возможность. Мы очень рады здесь выступить и в будущем тренироваться. Каток на Звуковой улице открыт для всех желающих с 10 до 22 часов каждый день. Один сеанс длится полтора часа. Вход со своими коньками свободный. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На стадионе «Урожай» в Томилине открылся каток. По версии Министерства спорта Московской области он вошел в десятку лучших катков региона. Вместе с первыми посетителями на ледовой площадке побывали мои коллеги. Это один из самых больших катков в Подмосковье. Его общая площадь более 7,5 тысяч квадратных метров. Ледовая площадка одновременно может принять до тысячи человек. Рядом с катком установлен теплый павильон. Здесь обустроена вся необходимая инфраструктура. Имеется очень комфортная раздевалка, прокат коньков и другого оборудования. В ближайшее время появятся инструкторы по обучению катания на коньках. Всегда хорошая современная музыка, освещение. Записываться на сеансы не нужно. Свободно можно приходить. При благоприятных погодных условиях каток на стадионе «Урожай» работает с 13 часов по будням и с 11 до 21.30 – выходные. Всего в округе открыто 18 катков. Вход бесплатный. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберецком городском округе подвели спортивные итоги 2022 года. Мероприятие состоялось в Дворце спорта «Триумф». Участники – тренеры и инструкторы, спортсмены и их родители – специалисты администрации, которые занимаются развитием спорта. Итоги – это прежде всего цифры. Со спортивной и медальной статистикой люберецких спортсменов познакомились мои коллеги. Люберце – территория спорта. И 2022 год еще раз подтвердил это. В округе прошло 325 спортивных мероприятий – муниципального, областного, всероссийского и международного уровня. Из них 280 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 15 физкультурно-спортивных фестивалей и праздников, 9 физкультурных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями, 11 физкультурно-массовых мероприятий по программе «Спорт в каждый двор», 9 мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Дворец спорта «Триумф» в очередной раз оставил за собой статус спортивный мекки-люберец. Здесь прошло 92 мероприятия, в которых приняли участие 18 тысяч спортсменов и более 22 тысяч зрителей. За 2022 год спортсмены нашей спортивной школы Олимпийского резерва выступали в 161 соревновании различного уровня. Общее количество спортсменов – 900. Принеся копилку медалей нашего округа, 832 медали различного достоинства. Каждый из вас был молодец. Каждый старался на своем стадионе, в своей спортивной секции, в управлении спортивными сооружениями, в управлении стадионами, фоками, управлениями федерациями, управлениями спортсменами для того, чтобы они получали хорошие заслуженные медали. Не только награды, но и спортивные звания. 18 спортсменам Люберецкой школы Олимпийского резерва были присвоены звания кандидатов в мастера спорта. Четверо стали мастерами спорта России. В 2022 году совместно с дирекцией спортивных сооружений продолжилась работа по технической модернизации стадионов. Я уверен, что после масштабной реконструкции стадиона «Торпеда» количество жителей, которых интересен спорт, станет еще больше. И мы сможем гордиться нашими достижениями в спорте. Отчет о спортивных достижениях завершился церемонией награждения. Благодарности, грамоты и знаки отличия. От Министерства физической культуры и спорта Московской области, администрации и советы депутатов округа, общественные палаты Люберец получили спортсмены и их наставники. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. До начала Нового года осталось совсем чуть-чуть. Уже скоро будем встречать самый волшебный, добрый праздник, открывать шампанское и загадывать желания. Чего желают жители округа себе, своим близким и любимым Люберцам, которым в наступающем году исполнится 400 лет, узнал Богдан Колесников. Пусть Новый год принесет нам благополучие. Самое главное ярких красок, поздравлений, подарков, ну и конечно же добра и мира. Пусть главный зимний праздник принесет всем здоровье, удача, счастье и денег. Дорогие друзья, в следующем году любимым Люберцам исполняется 400 лет. И я от всей души желаю счастья, любви, процветания и большого оптимизма. Пусть наш город процветает и становится более красивым. Чтобы у всех мечты сбылись, чтобы наша жизнь стала немножко лучше. Не опускать руки, ничего не бояться и всегда добиваться своих целей. Найти любовь. Я от Нового года жду море позитива, много эмоций. Люберц – это территория спорта, и пусть наш город еще больше развивается. Хочется пожелать, чтобы наш город становился с каждым годом все лучше, краше и краше. Ну и благополучия и здоровья всем люберчанам. В следующем году Люберцы отмечают грандиозный юбилей. Я желаю всем процветания, здоровья, счастья, успехов. И поздравляю всех с наступающим Новым годом. Нужно, чтобы люди были сплоченными, чтобы их что-то объединяло. Тогда появляется какой-то общий дух. Чтобы все были счастливы. Раз уж 22-й год выдался очень тяжелым, то от 23-го я жду лишь приобретения хороших воспоминаний и, наконец-то, мира во всем мире. Чтобы все получили счастье, подарков и улыбки. Здоровья. Мира. Чтобы всем Дед Мороз принес подарки. Всем мира, спокойствия и достатка. А главное – здоровья. Дорогие люберчане, совсем скоро наступит Новый год. И пусть он нам принесет только радостные известия, радость в глазах наших близких и любовь. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. С наступающим Новым годом вас! Субтитры подогнал «Симон»!